Дебют 2018 года. Лингвистичная экспертиза. Головная задача высветить сенс мавленчих выказываний от намысленного образа человека до закликов экстремистского характера. Причем это не просто прослухование записов. Тут заденечены все сучасные техничные махчимости. Анализ комплексный. Инженер-физик исследует голос как звуковую среду. И форматный анализ проводится, и спектральный анализ. А лингвисты изучают уже речь человека, особенности произносения слов, особенности каких-то высказываний, лексику, а также тембр голоса. Еще одно новое увядение при проведении судовых экспертиз. Автоматизована дактилоскопичная система Дакта-200. Яна дозволяюсь, а за некаких хвилин, знайсти потенциального залчинцу. При этом при процессе Запада выкарастовывается агульно-республиканская база дадзинах. Только за минулый год таким чином у Гомской области знали 800 особ, які здеснили правопорушения. Хоть допомагают в работе экспертов не только сучасные техничные сродки, але и особистый профессионализм. Коллекция зброи, яка сегодня знаходится у отделе криминалистичных экспертиз, може позаздросить любый военно-историчный музей. При этом об кулеметах, автоматах и пистолетах тут ведаюць усе, навод вельми редких. Пистолет ТК Тульский системы Коровина – довольно редкий экземпляр, выраблявся только для высшейших армейского героиниства. Менавито таки пистолет мил верховный головнокомандующий Иосиф Сталин. Усих сокрыт у своей деятельности в Гомельском управлении судовых экспертиз не раскрывают, але кажуть, что максимумысь экспертов постоянно пошираются, что дозволяя раскрывать злочинства, які были здействованы 10 годзе тому. Что-то цеплановно на гэтый год, то тут можно назвать открытие у рамках пилотного проекта, так званого дитячего покою. Гэта помешкання, наближенная до домашних умов, десь детьми, які стали святкими злочинствами, типа терпели сами, буде працаваць специально подректованный психолог. В общем-то, это делается для того, чтобы психологический контакт с ребенком не позволял ему находиться в стрессовом состоянии. Вместе с тем, мы бы получили объективные данные от этого ребенка о том, что происходило с ним. Олег Сентяров, Йорген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».